Магаданское отделение Русского географического общества и заповедник Магаданский подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает реализацию совместных проектов, направленных на образовательную просветительскую деятельность и развитие туризма, организацию совместных экспедиций, проведение выставок, семинаров, конференций и других различных мероприятий. С Магаданским заповедником нас связывает давнишняя дружба, когда был предыдущий руководитель. И часть проектов осуществлялась совместно с отделением Магаданского областного Русского географического общества вместе с заповедником. Но они были, скажем так, разовые и не носили какой-то плановый характер. В этом году мы провели тоже совместные уже два мероприятия и соглашение, для чего оно нужно, отвечая на ваш вопрос. Мы говорим уже о неком постоянном сотрудничестве, уже о планах, которые мы заранее прописываем как минимум на год и даже на большие сроки. И мы понимаем, что есть вопросы и проблемы, с которыми мы можем помочь заповеднику. И заповеднику с нами интересно дружить, работать, потому что мы можем осуществить гораздо больше совместных проектов, которые отвечают целям как заповедника, так и нашим. Я думаю и планирую, что мы в результате придем к гораздо большим результатам совместно. И, конечно же, мы больше сможем узнать о тех задачах, которые ставит перед собой заповедник, а не о том, чем занимаемся мы в результате, и присоединяться можно к проектам каким-то. Ну и что радует еще, мы обратили внимание, что заповедник сейчас стал проводить очень много мероприятий, в том числе посвященные просвещению, не только сейчас с детьми у них, с творчеством, да, очень серьезные проекты. Мы сейчас планируем совместно провести фотовыставку уже в рамках новой галереи Русского географического общества, обновленной, вернее, галереи, и целый ряд плановых мероприятий. И я думаю, что об этом магаданцы, конечно, узнают в следующем году в том числе. Напомним, основное направление деятельности магаданского отделения РГО – это научные исследования и открытия, касающиеся географических направлений. Члены РГО занимаются изучением как заселения и освоения прилегающих обширных территорий, археологическими раскопками, экспедициями, так и просветительской деятельностью, издают литературу. Соглашение, на самом деле, формализовало наши отношения, регламентировало, регламентировало. Наше сотрудничество с РГО, на самом деле, началось достаточно давно, еще задолго до подписания этого соглашения. Так, в частности, весной выделена существенная сумма посредством РГО для заповедника на обустройство визит-центра и проведение мероприятий по охране объектов животного мира и природных комплексов на территории заповедника. Также этим летом магаданское отделение РГО поддержало нашу экспедицию на Ямские острова. Это один из участков заповедника, самый отдаленный. Ну и в дальнейшем мы надеемся на сотрудничество с магаданским отделением РГО в этой же области. То есть это научная область, экологический туризм, конечно же, экологическое просвещение. И на следующий год магаданское отделение РГО поддержало нашу заявку на грант, на грант Русского географического общества, опять же, на экспедицию на Ямские острова. Напомним, Ямские острова – самый удаленный и труднодоступный участок заповедника Магаданские. А в районе Ямских островов, расположенных на выходе из залива Шелихова, отмечается наибольшая концентрация плактона в Охотском море. А сам залив относится к одной из самых продуктивных акваторий Мирового океана. Численность колоний морских птиц на островах достигает 6 миллионов особей. Продолжение следует...